всем привет дорогие друзья и подписчики в этом видео я хочу с вами поделиться таким вот шикарным красивым а главное вкусным теплым салатом такой салат может использоваться как гарнир к любому мясному блюду кого заинтересовало это видео смотрите его до конца желаю вам приятного просмотра для приготовления такого гарнира мне понадобится 1 килограмм картофеля вымотала я уже его вымыл и теперь мне его нужно поставить вариться мундире перекладываю кастрюлю заливаю водой и ставлю на плиту картофель я поставил вариться буду ждать пока он закипит и потом проверять когда сварится я обычно проверяю шпажкой также я поставил на плиту один литр воды не нужно ее закипятить и в ней я буду варить потом стручковую фасоль сразу добавляю воду столовую ложку соли без горки вода закипела и я закидываю сюда 250 грамм стручковой зеленой фасоли и жду теперь пока закипит после того как вода закипела я буду варить фасоль 5 минут 5 минут прошло варки фасоли я ее сливаю сливаю с нее воду и холодной проточной водой обмываю ее затем перекладываю в миску со льдом заливаем холодной и теперь так и и оставляю пока у меня не будет готов картофель далее для моего салата понадобится бекон 100 грамм а у меня бекона нет я использую просто обычное сало прослойкой и нарежу его тонкими полосками примерно такой длины скажем с мизинчик стараюсь нарезать тоньше после того как я нарезал все сало я убираю его обратно в пиалку далее мне понадобится также репчатый лук одна такая крупная головка и и я нарежу мелким кубиком лук я нарезал мелкой теперь перехожу на плиту на плиту ставлю сковороду добавляю каплю растительного масла в идеале оливкового и разогреваю его масло разогрелось и я всыпаю сюда свой репчатый лук и теперь обжариваю его около четырех минут и времени пока обжаривается лук у меня уже свалился картофель теперь с него солью воду и залью холодной воды и оставлю остывать 4 минуты прошло теперь я добавляю свой лук ломтики сала и обжариваю еще три минуты три минуты прошло салат с луком обжарилась я выключаю огонь под сковородой и оставляю сковороду со всем этим на плите пока теперь приступаю к приготовлению заправки для этого горячего салата для этого в миске я смешаю 100 миллилитров растительного масла желательно оливкового масло я отмерял мерным стаканом добавляю сюда столовую ложку горчицы 2 столовые ложки меда столовую ложку уксусной эссенции если будете использовать 9 процентный уксус то ложки 3-4 чайную ложку соли 3 чайные ложки черного молотого перца или по вкусу можете больше добавить если нравится поострее и теперь все это перемешиваем аккуратно тщательно перемешиваем чтобы заправка стала однородной моя заправка готова отставляю в сторону картофель я слил воду он еще не до конца остыл он теплый и теперь мне нужно его очистить после того как я очистил свой картофель от мундира я нарезаю его на четвертинки и перекладываю сразу в салат если у вас крупный картофель можете его разрезать на 6 частей таким вот образом после того как я нарезал картофель я к нему добавляю свою отварную стручковую фасоль с которой я слил воду и дал время чтобы стекла вода и теперь поверх стручковой фасоли я выкладываю свой лук с салом ну и теперь поливаю заправкой буду использовать столовую ложку поливаю заправкой и не перемешивая так и подам ну что кому понравилось это видео этот видео рецепт поставьте лайки не забывайте пишите свои комментарии что вы думаете о таком салате подписывайтесь кто еще не подписал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео всего вам доброго